Аплодисменты Некие салфетки? Да Мусор, который будет отставаться после нашей класса Мы с вами отправляем мусор на ведро Да, точно Которое находится у меня вот здесь Вбрасываем наш мусор Будем следить за тем, чтобы он у нас не появлялся на столах Так Отлично Что мы с вами делаем дальше? Мы сейчас изучим правила поведения на нашей кухне и познакомимся Меня зовут Юра, фамилия моя книжник Я шеф-повар кулинарного проекта, который называется «Страна вкуса» В рамках моего проекта мы готовим клюда различных кухон мира В том числе авторскую кухню и молекулярную Что мы сегодня сегодня будем готовить, кстати? Глины с мясом и грибами Глины с мясом и грибами, да Для того, чтобы приготовить это блюдо, да Нам нужно, и вообще не только это, вообще Можно знать правила, которые мы работаем на кухне Первое правило – чистота столов и чистота рук Спасибо Второе правило – мы будем работать вот такими вот большими ножами Вот Да, поэтому мы не трогаем их До тех пор, пока не скажу волшебную фразу, можно взять ножи Если мы дотронемся до ножа хотя бы пальчиком, да, когда у нас лежит вот здесь Вот Мы получим штраф в 2 минуты, да То есть, если потрогали пальчиком или чем-нибудь еще Не важно чем, даже если это не указ Кладем нож в центре стола на 2 минуты Договорились? Договорились, отлично Теперь, закатываем рукава по локоть Спасибо Закатываем, закатываем, закатываем Супер Смотрите, что мы делаем дальше Третье правило, самое важное Мы сейчас все превращаемся в команду ПОРО И будем очень аккуратно и дружелюбно работать на кухне Какие волшебные слова вы знаете? Пожалуйста Пожалуйста Здравствуйте До свидания Еще Спасибо Извините Что еще? Спасибо, извините Да Супер Я думаю, что этого нам будет достаточно Еще одно Что нужно желать перед едой? Приятного аппетита Приятного аппетита Да Супер Так, давайте начинать делать дела Начинать готовиться Нам нужно приготовить с вами вначале тесто Поэтому мы должны с вами сейчас использовать Какой ингредиент самый главный для теста? Муку Да Мы будем замешивать муку Точнее, чтобы сделать хорошее тесто Мы будем все взвешивать Чтобы у нас всегда получались одинаково хорошие блины У меня есть на кухне весы Я сейчас вам покажу, как они работают Но вначале посмотрите, что я хочу сделать Окружите, пожалуйста, меня Стоп 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 Устройство называется «не весит». Это вообще такой кухонный прибор, на котором можно делать многое. Можно весить тесто, можно молоть зерно, можно бросить, как беда, как пицца, как мясорубка. Это очень много, а потом все равно есть весы. Нажимаю вот эту кнопочку, включаю кухню весок и скажу миска. Сколько весит? 610 грамм. 610 грамм. Зажимаю еще раз на кнопочку, она больше ничего не весит. Отлично. Берем молоко и аккуратненько наливаем его сюда. Нам нужно 600 грамм молока. Сколько еще надо? 300 грамм. 300 грамм. Берем молоко и аккуратненько. Берем молоко и аккуратненько. Да. Берем молоко. Я сейчас яйца ударил друг об дружке. Как вы думаете, какое из яиц разобьется? Всегда забивается только одно яйцо. Два не разобьются. Правая. Тот, который меньше ударит, я буду стараться ударить одновременно. Кто за правой поднимает правую руку, кто за левой поднимает левую руку. Двое не разобьются, два яйца не разобьются. Одну руку правой, правой. Что? Какое яйцо разобьется? Двое. Два на левую. Два не разобьются, одна. Все, давайте, друзья, раз, два, три. Правая. Правая. Раскрываем. Отлично. Я сам не знаю, какое яйцо разобьется. Давайте. Теперь какой разобьется, правая или левая? Правая. Давайте еще раз. Кто за какой поднимает руку? Правая. Давайте, готово? Да. Раз, два, три. Левая. Правая. 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 Да. Да. Поэтому мы будем добавлять в наши блины с сахар. Что? Так и знал. Так и знал, да. А какие вкусы вы вообще знаете? Вкусные. Вкусные. Вкусные, понятно. Отлично. Нет, это именно начинка. Горький, сладкий. Слушайте друг друга. Кислый, соленый, горький ты говорила, еще какой? Сладкий. И последний? Перец какой? Перец какой? Пряный. Острый. Пряный или острый? Острый. Пять видов вкуса бывают. Добавляем сюда сначала сахар. Затем мы будем добавлять туда щепотку соли. Потому что соль является усилителем вкуса. Ну да. Во все блюда мы добавляем соль. Для этого я беру вот такой вот приборчик, инструмент. Как он называется? Венчик. Он называется венчик, да. И будем насыпать сюда потихонечку муку. Насыпаем и начинаем замешивать, да. Давайте. Теперь даем нашему соседу. Передаем дальше. Угу. Угу. Еще одну сторону Форесей не мешает. Передаем дальше. Ну да. Я слышу что я это дадал. Я знаю, что я такое желаю делать. Надо знать. Давай давай. Все, передаем дальше. Угу. Отлично, молодец, по кругу только мешай, не дай ему помешать О, отлично, молодец, передавайте дальше Ты решай или хорошо? Она обоирубкая Ага, понятно, ну давай мешай Давай, со стеночки сними еще Давай, передаем дальше Молодец, держи Кира Отключим, давай дальше Отлично, молодец, давай я тоже чуть-чуть, ну давай, 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 спасибо Берем нашу тесто, еще чуть-чуть замешиваем и даем ему настояться минут пять хотя бы, а лучше сорок У нас с вами столько времени, к сожалению, нет Будем дома готовить Я вам передаю сейчас доски, передавайте их друг другу в конец стола Передавай, Даня, передавай Передавай, передавай Передавай, Кира, передавай Все, 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 все Держи Стоп Держи Держи И держи Давайте проверим Что мы делаем дальше Так, я вам раздаю сейчас грибочки Сначала, потом расскажу, как мы их будем делать Так, грибы называются шампиньоны, абсолютно верно Держи 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 И Отлично Смотрите, что мы будем делать сейчас В первую очередь, когда продукты попадают к нам, на доску Мы должны сделать так, чтобы они Все видно, что у меня на доске происходит? Да Чтобы они были устойчивы на доске Не вот так вот катались, да, как лодочка А чтобы они были устойчивы Значит, мы разрезаем гриб пополам И ставим его устойчивы, видите, никуда он от нас уже не сбежит Разрезаем еще один гриб, ставим на доску устойчивы Отлично Смотрите, теперь я вам покажу, потом расскажу, как я это делаю, да? Готовы? Да Классно? Да Давайте еще раз скажу, потом расскажу Вот, гриб порезал Как я это делаю? Смотрите Так Тут есть левши, да? Или нет левши? Кто пишет лево? Или рисует? Двумя Значит, будешь правой Урезать А я одной Молодец Поднимаем себе левую руку вверх Левую 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 Подозрение, что она левша Так Левую Вытягиваем ее вперед Большой пальчик отводим назад И вот эти четыре пальчика сделаем в прямую Чтобы у нас получилась такая лапка кошечки Сделайте так Мяу Мяу Супер, молодцы Вот эту лапку кошечки, смотрите, разворачивается вот так вот И большой пальчик мы ставим за грибочком Опускайте на грибы, вот прям, тренируйтесь А вот эти четыре пальчика стоят на грибочке Вот Покажу, что получилось Видите? Вот оно Да Смотрите У ножа есть носик И есть носик И есть пяточка Мы носик ставим на доску А пяточку у нас не высоко над грибочками И что мы делаем? Мы делаем вот так вот Вниз Проталкиваем Большим пальцем Нож вперед Ой, не нож, а гриб Вперед И делаем вот так Вниз Проталкиваем вниз 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 И получается много вот таких вот классных слайсов Да Попробуем? Да Давайте Начинаем слайсить ломтиками И не трогаем ножи До тех пор Пока я не скажу волшебную фразу Можно взять ножи Сделайте, пожалуйста, большой-большой шанс назад до стола Правую руку можно взять ножи и разрезаем наш грибочек пополам Спасибо Стойте, подожди, не торопись Разрезали пополам? Да Тогда мы ставим нож на носик Смотрите, еще раз На носик Пяточка у нас не высоко над грибочками Делаем так, вниз Проталкивай гриб вперед Вниз Проталкивай Вниз Давайте, пробуем И до конца пускаем нож И до конца пускаем нож И до конца прорезались Подальше пальчики от ножа Носик Носик Лапа Я сделала Вот Угу Супер Правильная, так сказать Лапа У меня лапа Это Молодец Молодец Спасибо Не, дружочек Давай на носик ставим Я и сделаю Давай Садитесь Спасибо На носик И пяточку мы опускаем Раз Проталкиваем Раз Давай сам Не отпускай носик Ну да Молодец Все Молодец Все Клади нож Давай Другой Голос попал Что же Все Молодец Так, друзья мои Что мы делаем теперь Мы берем все наши грибы И собираем их в миску Как только миску опустите пока ножки Ножи тоже опустили Как только миска оказывается перед нами Мы поднимаем доску Вот так вот Не вот так Не вот так Ручка вперед А вот так И скидываем аккуратно Все наши грибы И быстро-быстро-быстро Передаем нашему соседу Давайте поехали Быстро-быстро-быстро Молодец Давай Давай еще быстрее Так вот мы на эстапете На манипуляции Чувствуете как блинами запахло? Смотрите, у меня есть вот такой вот лук Очень классная форма, да? Да Еще как Мы сейчас скоро будем его нарезать Вот, но перед этим мы потрем морковь Смотрите, что мы делаем с морковью? У меня есть вот такой нож Как вы думаете, как он называется? Овощечистка Овощечистка Овощечистка, да? Или чистилка для овощей Вот Но мне кажется правильное название Экономка Почему? Потому что она позволяет Экономно расходовать продукт Вот эти пометоники получаются Тонкие-тонкие Тонкие-тонкие А вот Я экономлю максимум морковки Максимум продукта у меня остается Смотрите, что я делаю дальше От мусора я избавляюсь Что мы делаем дальше? Мы сейчас будем натирать морковку Все вместе Сделать вот Ну, слоничный морковь А можно вас поменять чуть-чуть? Давайте Проходим сюда Давай Чтобы видно было просто А вы сделайте шаг на левую штуку Вот Можно и так, да? Спасибо А то я и зацеплю И передаем соседу Держи Проходи сюда Иди сюда И начинаем натирать Давай Держим терочку Пять Пять Молодец Супер Давай Отходи Отходи Следующий И натираем Давайте Не по диагонали ее держите Не вот так плоско А вот так ровненько Пальчик забирали Давайте Кто следующий? Супер Время Немножко Выиграть Ну так Половину чего возьмем Потому что слишком много будет Так Закладываем Все Так Она так лучше хранится Можно Этого за собой Красиво Смотрите Что мы сделаем с петрушкой? Мы отрезаем у нее ножки Да Да Нет Они вкусные Просто они очень жесткие будут Нам будет неудобно их кушать Жевать неприятно Вот Их я обычно откладываю И потом Когда я варю бульон Отправляю их в бульон Я много готовлю 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 А потом Когда они мне накладываются Я их в бульон бросаю И получается вкусный бульон Так И теперь все то же самое Как мы с вами резали грибы Да Если вы будете резать по той же технологии По которой я вам рассказывал Как мы резали грибы Вы научитесь резать так же быстро Все, готово. Всю вот эту зелень мы складываем в эту зелень. Смотрите, нам доски на самом деле больше не понадобятся. Не трогай нож тоже. Не трогай. Смотрите, что мы делаем. Мы берем доски, складываем в одну стопочку, передавая через друг друга, чтобы у меня здесь была стопочка и вот здесь была стопочка. Подождите, подождите, не торопитесь. Отлично. Раз, два, пять тоже давайте. Спасибо. Доски мы убираем. И смотрите, у нас остался только лук. У нас вот такую форму, это лук называется шалот. Что мы с ним делаем? Мы отрезаем от него низ, отрезаем от него вверх. Смотрите, я вам сейчас покажу. Его вам, да, конечно, прям сразу 7-10 локовиц дадут. Не надо. Все, что мы на кухне, все должно быть быстро, да? Потому что много людей хочет кушать, и надо надо дать много времени. Иначе люди бунтуются, если будут голодные. Смотрите, чтобы почистить лук быстро, да, или слез. Что мы делаем? Мы не вот так вот, вот, лучше боками, да? Ну, если подлинный вкус снимать, то можно. Мы берем и разрезаем его пополам. Раз. Начинает складывать, тебе кажется. Я сейчас буду спорить, как хотите, лук без слез. Смотрите, я разрезал лук всю пополам, а затем поддеваю вот так вот верхнюю рубашку, вот эту сухую, да? Сейчас я много слишком сниму, но в окна, не нормально. Вот, смотрите, то есть у меня тут шелуха и белую рубашку. Почему она ее снимает? Потому что грязная, невкусная. Вот она, видите, вот такая вот некрасивая. Вот, я ее выбрасываю. С этой, потому что она невкусная, она мне нужна. Да. Со второй мы то же самое делаем. Видите, она... Сейчас я вот сниму шелуху специально, чтобы показать. Видите, какая она грязная, может быть, невкусная. А вот, мы ее выбрасываем. Дальше, смотрите, еще один цикет вам покажу на кухне. Мы должны ее с вами быстро нарезать, мелким кубикам. Сейчас покажу. Ребят, это будет все, мы больше, ладно, я сомневаюсь. Больше, большой. Сейчас, друзья, я их вам вернусь. Я начинаю нарезать на вот такие вот полосочки. Так, раз, два, три. Да, делаем на березы, спасибо. Это не быстро. Что это? Не быстро. Это не быстро пока, да, но потом будет быстро. И главное, меленько. Смотрите, что у меня получилось? На отрезы. На что похоже? Цветочек. Цветочек. Вот эту вот часть, нижнюю, лотос, да, нижнюю часть, мы не дорезали. На лотос. Дальше, держа аккуратненько нашу луковицу, нарежем ее точно так же, как резали грибы. Довольно быстро, да. И она не рассыпается за счет того, что мы ее не дорезали. Так, раз, два, три. И берем следующую половинку лука и начинаем ее аккуратненько нарезать. Чтобы не плакать, надо мочить. Чтобы не плакать, надо сделать все быстро. Все эти ваши лайфхантеры здесь с жвачкой, свечой, очками и прочим не работают. Но чуть-чуть помогает, когда нож смачиваешь в воде, но только 10 грамм в 25 или 30 грамм лука, ничего не поможет. Так, отлично. Что мы сделаем с вами дальше? Вот такой хороший лучок. Мы сейчас возвращаемся, то есть не возвращаемся, а отправляемся к нашей бритье. Очень смело, идет. Молодец. На, держи. И себе куда-то морковь. Стоите, подождите. Держи. У меня руками лук. Держи. У меня руками надо. Держи мясо. Держи терку. Держи грибы. Держи. Солки тоже могут пригодиться. Держи сахар. Держи соль. Так, ты, если ты так можешь, ты очень плохо делаешь. Держи, пожалуйста, двумя руками. И ставьте все это на стол. Аккуратно. Так, ты держи, пожалуйста. Знаешь, что? Держи. 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 Как себя, Юлечка. Дай нам силиконовые щипцы. Так, блинчик у нас уже готово. Смотрите, какие они красивые. Красивые. Так, кому я салфетки давал? Вот он, воришка. Так, сучу. Сначала мы берем еда и протираем нашу сковородку наступом. Почему? Потому что если вода падает на масло, Скипает, да, выбрызгается и нам становится больно. Что нам не было больно, мы заранее, спасибо, протрем нашу сковородку. Да? Что? Масло. Масло? Ну, ничего себе. Где ты масло-то нашел? Это легче, чем прикрывать. Я смашу. Понятно. Так, смотрите, что мы делаем еще? У меня есть вот такой прибор. Точно, это чтобы измерять температуру. Пистолет, да, панус. Этим пистолетом можно измерять температуру человека. А вот, я сейчас проверю, все ли у меня на кухне здоровые. Вроде бы да. 24. Кроме меня. Так, почему я не наливаю на сковородку масла? У меня сейчас тут радостник, пока 134. Граждан, видите? Да, я тоже говорю, что он ваш маклитет. Нет, дружочек, я всем показываю так. Ручками меня не отпускать, пожалуйста. Спасибо. Смотрите, сейчас температура уже 160 градусов. Когда наша сковородка хорошо нагрелась, мы отправляем на нее масло. Почему мы сначала нагреваем в сковородку, а то наливаем масло? Потому что если мы перегреем масло, наружочек, ты мне обещал молчать. Или говорить по делу. Ладно? Смотрите, что мы делаем дальше. Когда масло нагрето, мы отправляем на него лук. Или что-нибудь то, что мы обжариваем. Как проверить, готово ли масло. Кладем чуть-чуть, начало шипеть, значит готово. Начало. Начало, да. Вкусно пахнет? Хотите секрет маленький расскажу? Да. В луке сахара больше, чем даже в морковке. Представляете? А почему? Хороший вопрос. Во-первых, он не вкусный. А почему он острый? Он вкусный, потому что полезный. Морковка тоже, конечно, вкусная. Смотрите. Что происходит с луком? В луке много острых веществ. Когда мы их нагреваем, они улетучиваются. Видите вот этот пах? Сейчас, видите, все острые вещества улетают на потолок. Да. Когда, что будет, если положить лук? Ой, не лук, а сахар на сковородку, кто знает. И нагрестить. Расплавится и прородится в карамель, точно. То же самое происходит с луком. Когда мы его нагреваем, здесь сначала выходят острые вещества. А потом сахар, который нагревается, начинает превращаться в карамель. Видите, воды на сковородке стало больше. А вот. Чтобы он быстрее карамелизовался, есть маленький секрет. Можно добавить еще чуть-чуть сахара обычного. Вот. Прямо берем и вот так вот, как следует, добавляем сахар. Ну, что, потом приберутся. Или вас заставлю. Нет. Нет? А что, только готовить вы любите? Настоящий повральник будет и готовить, и убираться. Я помню, что она была чистая. Я не еду. Значит, ты не повар. Или повар. А я повар. А мы вообще не любим приготовить, и не любим. Не, не, например, такое и надо говорить. Есть. Есть? Ага, понятно. А я вообще, как вы любите. Что вы любите? А я вообще работаю с рэпером. Рэпером? Ты что, рэпер? Да и работник. Да. Смотрите, что мы будем делать дальше. Знаешь, что бывает повара-рэпер? О-о-о. Они готовят и поют. Да. Отправляем сюда. Читая, это рэп. Ты слушаешь рэп? Да. Это какой? Много. Серьезно? Твои пруды делаем? Нет. А там, откуда заедем, да? На лабанку. А, вот откуда ноги растут. Понятно. Я бы, конечно, зажарил свиней, если бы надо было больше времени. Но нас их, к сожалению, нет. Отправляю грибочки. Чем я трогаю плиту, чтобы мне было удобно стоять. Перемешиваю наши грибочки с морковь и овес. Чтобы она все пропиталась. Смотрите, как только грибы прогреются, видите, сейчас сковородка почти сухая. Видите? Видите? И сюда погреется. Видите? Вот. Грибы начнут выделять воду. Да, заклад очень вкусный. А сколько минут сейчас? Сейчас 40. Очень плохо. Время заканчивается. А нам еще много. А нам еще много. 24? Нет. Наслышим, это класс, друзья мои. 18 минут. А что? Сейчас 45 минут. А, только 5 минут. Нет. 47 теперь. 17 и 47 сейчас. А-а-а. Что, фарш? Что? А, продолжается? Нет, дружок, сейчас мы на сковородке будем уже нюхать. Смотрите, я сейчас добавляю, там снизу бумажка, а потом не смейтесь. Парш вкусный. Парш? А, чтобы это не источнило. Да, чтобы впитывать лишнюю влагу. Смотрите, что мы делаем дальше? Мы наш фарш берем и вот так начинаем ломать. Парш? Бедный фарш. Нет, он наоборот не бедный. Ему хорошо сейчас, ему тепло. Что? Не скользуется. Не скользуется. А, нет, мы ничего не уничтожаем, мы все только улучшаем. Нет, мы его ломаем на маленький кероскоп. Дружок, тут гречо вообще. Это черный перец. Ставай, пожалуйста, вот туда. Это молоко перец. Это черный перец, сначала горошком, видите, у меня, сейчас я вам покажу. Здесь это черный? Нужно. Видите, он вот такой вот, шариками. Да, а это все, да, это его мельница. Да, а в моей мельнице я его измельчаю. Да. А вот его поменьше. Обязательно, сейчас я еще чуть-чуть добавлю перца. И мы нюхаем его и передаем другим. Вкусно, конечно. Не нравится? Фарш изготовился быстро, да, мясо на самом деле готовится не как многие думают по 40 минут, оно готовится очень быстро. Потому что быстро, минут за 7-8. Белок, который заставит мясо, сворачивается при температуре 67 градусов. У нас на сковородке большая-большая температура. Сколько, как вы думаете? Уже меньше. Уже меньше, потому что мы положили туда холодное мясо. У нас тут 73 градуса. По разных местах, по разной температуре. Дайте, пожалуйста, тебе не дам. Почему жаль? Мне его больше досталось. Так, смотрите, что у меня тут есть еще? Паприка. Это почти, у нас не почти. Это не чили, я не люблю перец чили, потому что он очень острый. Это красный болгарский перец, который называется паприка. Да. Это болгарский перец, который высушили из мельчины. Можете взять его и понюхать по кругу. Вот, видите, оно дает вкус и красивый цвет. Все, друзья мои, мы возвращаемся сейчас на наши рабочие места. Наконец-то. Наконец-то, да? Я сейчас попробую на соль. Да. Что? Не, не будем, я все это себе приготовил. Вообще-то, что вы думаете? Нет. В смысле, вы что, блины пришли есть или готовите чуть-чуть? Я чуть не пойму. Готовите блины. Готовите блины. Готовите блины. Понятно. Что мы делаем еще? Мы берем петрушечку, высыпаем наши блинчики. Пахнет вкусно. Что мы делаем дальше? Мы сейчас все подходим аккуратно сюда. А те, кто поменьше, вперед давайте. Осторожно. Бляди пока, не трогаем, ребята. Давайте, кто у нас поменьше, выходите вперед. Так, друзья, еще раз, быстро-быстро-быстро. Присела. Давайте, большие назад, маленькие, вперед. Большие назад, маленькие, вперед. Так, друзья, смотрим на родителей. И на счет 3-4 мы кричим блины. 3-4. 3-4. Давайте еще раз. 3-4. Блин. Супер. Теперь мы снимаем фартуки и колпаки, кладем их на стульчик, надеваем наши куртки и только потом берем наш блин. Кто возьмет, подойдет сюда блинам без куртки, я там блин не дам. Понравилось? Научились блины готовить. Дома будешь нам с папой теперь жарить блин. Там еще черчатки должны быть, но тут. Я их карман себе в попу спрятала. Ела бы и ела, да? И дочь ассистировала знаменитому шеф-повару Юрию Книжникову. Как ты делала? Я просто выключил. Ставьте лайки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!